Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВИН в студии Дина Наумова. Сегодня я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. Древесные доноры о ходе уникальной операции по спасению кужановских лиственниц через несколько минут. Будь на чеку! В центре помощи детям надежда прошел этап проекта «Закон и мы». Охотничьи ружья и прицельная меткость среди работников ММК определяют лучших стрелков. А сейчас об этих и других событиях более подробно. Второй этап в разгаре. В сквере Славы Магнитки продолжаются активные работы по реконструкции территории. Напомним, к преображению этого участка приступили в октябре прошлого года. Оценил ход работ глава города. Что уже сделано и что еще предстоит? Ответы в нашем материале. Первый этап реконструкции сквера Славы Магнитки был завершен в прошлом году до наступления морозов. Заменили тротуарную плитку. Практически закончили велосипедную дорожку. Заменили часть зеленых насаждений. Установили новое освещение. Это было концептуальное решение дизайнера и проектировщиков. То есть светодиодное освещение основных клумб. Видите, оно в такой вот футуристическом стиле. И в классическом стиле у нас освещение идет кустарников и елей. На этот год планы по реконструкции еще масштабнее. Полным ходом ведутся электромонтажные работы. Приступили к обустройству сухого фонтана. Выполнили земляные работы. Подготовили основания. Большой фронт работы еще по второму этапу с привязками к этому фонтану. То есть плитка, перенос гранита пограничникам, то есть монумента. И переустройство полностью парковочной зоны. То есть демонтаж существующих плит, монтаж новой плитки, асфальтирование. Ну и посмотрите, наверное, учесть надо. Техника на монтаж будет заходить, чтобы она прошла. Вы, Сергей Николаевич, решили, вот эту часть оставляем, а там будем работать. А это все оставляете, как есть, чтобы техника... Да-да, ушли. Реконструированный сквер с современным сухим фонтаном обещает стать местом притяжения горожан. Встречается тем, что он выполнен в горизонте. И это не чаша, по нему можно будет ходить, он будет музыкальный. И это не все приятные сюрпризы, которые ожидают горожан и гостей города в обновленном сквере «Слава Магнитки». За вашими спинами отведено место под, будем комплекс говорить, целый монументов, который, значит, уже согласован и практически приступили к изготовлению уже. Именно вот в связи с присвоением нашему городу вот этого высокого звания город трудовой доблести. Планируем выполнить работы до конца мая по устройству фонтана и до середины июля выполнить работы по благоустройству. Дина Наумова, Александр Макаров, телекомпания ТВИН. Продолжаем программу. В планах увеличение доли присутствия на рынке. В рамках масштабной инвестиционной программы у АОМ МК «Метис» на производстве крепежа запущена новая линия гальванического цинкования. Она производительнее своей предшественницы в два раза. Помимо этого, полностью автоматизирована. Татьяна, конечно, утрирует, когда говорит, что запуском новой линии цинкования ее работа гальваника свелась к нажатию нескольких кнопок. Все несколько сложнее. Как оборудование, так и технология нанесения покрытия на «Метизы». Но действительно, теперь большую часть времени она находится за пультом управления. Здесь линия полностью автоматизирована. Кнопочки нажал, загрузился автоматический барабан. Поехал автоматический оператор по ваннам, подъехал на выгрузку. Приблизительно полтора часа барабан, загруженный крепежом, будет перемещаться из ванны в ванну, в последний из которых раствор цинкосодержащего электролита. Прочность и равномерность толщины покрытия – вот главные плюсы гальванического цинкования. На следующий день эта линия самая современная в России. У ней установлены 23 ванны. У ней полный цикл. Проходит автоматическая загрузка на линии крепежа. Дальше идет обезжиривание, промывка изделий, травление, оцинкование, также промывка. И на выходе мы получаем уже готовый оцинкованный продукт. Новое оборудование российского производства. Это уже второй выполненный для ММК «Метиз» заказ саратовской компании «Тесары Кагаль». Данная линия будет работать с мелким крепежом диаметром от 6 до 12 мм. У потребителей сейчас есть спрос на оцинкованную продукцию, которая помимо того, что защищена от коррозии, еще имеет презентабельный внешний вид. Продукция ММК «Метиз» крепеж общего назначения в настоящее время доля рынка составляет 46%. И я думаю, с запуском этой новой линии мы не только укрепим, но и усилим наши позиции на рынке крепежа общего назначения. Мощность данной линии составляет 250 тонн в месяц. В кратчайшие сроки мы выведем на данную производительность эту линию. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Стратегия 2025 ММК «Метиз» предусматривает появление на предприятии еще одной линии гальванического оцинкования, которая заменит две оставшиеся, работающие с 90-х годов. Надежда Кинаш, Олег Карпенко, телекомпания «ТВИН». Связь поколений. В преддверии Дня Великой Победы по инициативе депутата Государственной Думы Виталия Бахметьева в школе номер 60 прошел творческий конкурс под названием «Подвиг прадеда в сердце моем». Ребята и их родители представили на суть жюри не один десяток интересных работ. Авторы лучших из них были отмечены призами. На стенде в актовом зале школа номер 60, рисунки на альбомных листах и ватманах все посвящены предстоящему празднику – Дню Победы. Директор школы с почетным гостем, депутатом Государственной Думы Виталием Бахметьевым живо обсуждают работы. Организатор конкурса «Подвиг прадеда в сердце моем» приятно удивлен качеством выполнения творческого задания. Такие хорошие картины, смотрю даже на профессиональном уровне, если увидеть. Вон, слезьба по дереву. Ну, достойный. Достойный, есть на что посмотреть. Первоклассник Никита Осипов над рисунком конкурс утрудился кропотливо под чутким руководством старших. Результатом доволен. Я хотела сделать, что праздник Победы. И у меня взялась такая идея. И она празднует День Победы. Оценила работу и жюри. Никита оказался одним из призеров конкурса в младшей группе. Первоклассник знает – приближается великий праздник. Для меня он очень нужен, потому что ветераны спасли нашу страну. Я бы пожелал им здоровья, счастья, удачи. Показать свое творческое видение темы конкурса «Подвиг прадеда в сердце моем» постарались не только ученики школы, но и их родители. Лучшие рисунки, работы в стиле декоративно-прикладного искусства и в номинации «Компьютерная графика» были отмечены полезными для творцов призами. Виталий Бахметьев, сам выпускник 60-й школы, даже спустя много лет, помнит, как на торжественные мероприятия к ним приходили ветераны Великой Отечественной войны и делились своими воспоминаниями о боевых буднях. Мы это видели, все услышали о тех людей, кто участвовал. Время, конечно, берет свое, этих людей уже, конечно, туда не приведешь, их многих уже нет, да и, наверное, большинства уже нет. А ребятам надо напоминать, рассказывать об истории. Кто, как не мы, кто слышал о тех, как это все происходило. Дина Наумова, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН. В Центре помощи детям «Надежда» состоялся этап большого социально-правового проекта «Закон и мы». Его задачей является создание социальных роликов, которые призваны повысить юридическую грамотность подростков. На встрече воспитанники учреждения представили на суд зрителей наброски будущих сюжетов, выслушали комментарии экспертов и обсудили творческие планы на ближайшее будущее. Немного теорий по теме, загадки с юридическим подтекстом. В Центре помощи детям «Надежда» состоялся пресс-тур «Подросток и закон». Мероприятие стало одним из этапов социально-правового проекта «Закон и мы». Активными его участниками выступили воспитанники учреждения, приглашены на встречу были эксперты, представители средств массовой информации, конечно, специалисты управления внутренних дел Магнитогорска. Это межведомственный проект. Это именно то мероприятие, которое объединяет несколько структур и учреждений, организаций разных городов для того, чтобы создать атмосферу, такую более приближенную, наверное, к настоящей социальной сфере, к жизни, чтобы дети прониклись вот теми вопросами, которые будут решаться. Проект, напомним, стартовал в стенах учреждения в январе 2021 года. Тогда же были обозначены главные его цели. Это в первую очередь повышение юридической грамотности детей. Также было определено, и итогом большой работы станут видеоролики социальной направленности. В ходе пресс-тура воспитанники центра представили зрителям наброски будущих сюжетов. На кадрах иллюстрации различных правонарушений. Ребята-актеры попытались показать разные варианты развития событий. Вот, например, мальчик натыкается на улице на конверт с наркотическим веществом. Он может выбрать, как ему поступить, забрать закладку себе. Взять ее в руки и вызвать полицию, либо, не притрагиваясь к ней, позвонить по номеру 102. Мнения зрителей по поводу правильности действий разделились, однако эксперты сразу внесли ясность. Здесь только одно верное решение. Ведь даже если мальчик просто дотронулся до закладки, он уже с трудом докажет, что не причастен к совершению преступления. Также сотрудники полиции настоятельно рекомендовали не вестись на заманчивые предложения, где обещают за передачу подобных свертков солидные деньги. Здесь предусматривается статья 228, это хранение, употребление, приобретение наркотических веществ. Вы должны понимать, что статья 228, статья тяжкая. Я всегда, вот у меня перед глазами всегда глаза вот этих мальчишек, вот чуть постарше вас, которых ведут к нам в уголовный розыск, у которых руки за спиной в наручниках, которые в принципе еще ничего не понимают, что произошло. И глаза родителей, которые плачут внизу, когда они ночь искали своего сына. Актив проекта юные актеры, режиссеры и продюсеры пообещали сделать видеоролики более наглядными и понятными. Они уверены, проект обязательно принесет пользу. Создавая видеоролики, мы также несем в квадратсковую среду правовое просвещение. Я думаю, что для каждого из людей, которые сидели там, это какой-то большой опыт. Кстати, все видеоролики, которые будут подготовлены воспитанниками центра, впоследствии будут использованы в качестве обучающего материала в образовательных учреждениях города и даже за его пределами. Наверное, непривычно видеть меня без формы, а вот в таком, в гражданском, так скажем, одеянии. Но это создано специально. Дети должны почувствовать вот именно наше взаимодействие. Мы сегодня просто говорим слова благодарности нашим детям. И я считаю, что вот такие мероприятия, их нужно проводить, нужно внедрять. И сейчас я горжусь тем, что город Магнитогорск готов поделиться опытом. Потому что сейчас все учебные заведения, когда что-то делают, они делятся друг с другом. Благодаря вот такому опыту мы добились снижения подростковой преступности. Мы добились вот таких результатов, когда дети сами снимают, когда они участвуют и не боятся. Они обсуждают это с нами. И это большой прорыв в профилактической работе для несовершеннолетних. Евгения Солхудинова, Александр Макаров, Телекомпания, ТВИН. К другим темам. Ученые и экологи Башкирия и Магнитогорска пытаются спасти кужановские лиственницы, пострадавшие в октябре 2020 года от вандалов. Именно сейчас в районе села Кужаново проходит по-настоящему уникальная операция. Биологи подсаживают донорские вставки обычной лиственницы, которые должны ровно войти в раны и помочь кровеносной системе пострадавших деревьев. Есть ли второй шанс у кудрявых лиственниц, узнавала Елена Ткач. В конце октября в Обзелиловском районе вблизи деревни Кужаново разгорелся скандал. Вандалы пропилили стволы 11 уникальных кудрявых лиственниц. Резали искусно, не допилив до края по 10-15%, так, чтобы дерево не повалилось, но и гарантированно погибло по весне. Оставим в стороне все морально-этические распри, на сегодня важно другое. Ученые и экологи из разных городов страны объединились, чтобы реанимировать практически смертельно поврежденные деревья. Для этого мы привезли донора, ребята привезли, и вот такими кругами, шайбами мы пытаемся на дереве рецепиенте вырезаем круги. И, конечно, необходимо, чтобы это все плотно приросло, плотно вошло. Каждый из 11 лиственниц требуется таких заплат не меньше трех. За три часа ювелирной работы пока готова лишь одна. Это аналогично настоящей хирургической операции, ведь реанимировать взрослые деревья приходится практически впервые за всю мировую историю дендрологии. И еще о возрасте. Теперь у каждого дерева появится паспорт, где будут указаны объемы ствола, размах кроны и, что самое любопытное, возраст. Вот, в принципе, его только начать, и потом он начинает входить сам. И вырезает керн, то есть образец древесины со всеми годичными кольцами. Ну, самое старое, я могу сказать, 139 лет. Самый молодой, вот номер 10, 68 лет. Вот. Вариация такая. При этом, ну, это 134 или 6, не помню уже, честно говоря. Есть 122, остальные где-то 100, 90 вот так варьируют. Это еще раз доказывает, что насаждения появились естественным путем. По сути, реанимация деревьев сегодня выглядит как научная экспериментальная площадка. Например, в рамках спасательной операции уфимский биолог Михаил Кривошеев отвечает за организацию превентивных мер, а именно защитой от вредителей. Лиственничные мухи и бабочки хвойной огневки. Их личинки поражают 90% шишек семян. Зажигаем ночью лампу специальную, на которую летят насекомые, вредители. Считаем, сколько их. Исходя из численности вредителей, мы можем рассчитать, сколько применить, например, инсектицидов. Впереди еще много работы. Обработка крона от вредителей, опашка земли для проникновения влаги и воздуха к корням, сооружение индивидуальных ограждений и проведение работ по изучению генетики лиственниц. Группа волонтеров, экологов и ученых призывает всех неравнодушных людей откликнуться и материально поучаствовать в сохранении уникального памятника природы. Координаты и реквизиты можно найти в социальных группах по спасению. Елена Ткач, Владислав Гусев, телекомпания ТВИН. Серьезная заявка на большое будущее. Воспитанница центра Камертон Софья Селянко стала победителем четвертого международного конкурса пианистов имени Станислава Нейгауза. Это один из самых статусных конкурсов, который дает возможность получить оценку мэтров с мировыми именами. Например, в этом году в состав жюри вошли прославленные пианисты из Израиля, Японии, Грузии, Германии и России. Наши землячки, они единодушно поставили высший балл. Открытие года. Так отозвались Асофья Селянко, члена жюри конкурса, посвященного выдающемуся русскому пианисту Станиславу Нейгаузу. Идея его проведения принадлежит ученику маэстро, заведующему кафедрой специального фортепиано Института культуры Челябинска Евгению Левитану. Он предложил создать площадку для развития одаренных музыкантов, сразу задав высокий уровень требований. Уровень подготовки очень серьезный. В основном все участники, лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Это, в общем-то, прописано в буклете. У всех есть хорошая сценическая жизнь, как я понимаю, у всех замечательные сложные программы. Побед в послужном списке Софи Селянко немало. Начиная с 2018 года, она стабильно занимает первые места на всероссийских и международных конкурсах. Однако, несмотря на это, признается, подобных испытаний в ее жизни еще не было. Ведь соревноваться здесь пришлось с уже состоявшимися музыкантами. Когда отыграла первый тур, я думала, что даже не пройду во второй, потому что действительно уровень подготовки очень серьезный. И я не соревновалась ни с кем. Для меня главным было выйти и передать хоть крошку той любви к музыке, которую не испытываю я. На конкурсе, участниками которого стало 130 сильнейших пианистов, София сыграла шесть произведений разных композиторов, среди которых Шопен, Рахманинов, Лист. Прочувствовать, о чем писал каждый из них, юному пианисту кажется не под силу. Нужен жизненный опыт. Но, к удивлению членов жюри, 15-летняя Софья Селянко это сделать удалось. Именно ее выступление потом назовут самым ненадуманным и настоящим. В каждом возрасте все равно бы понимать какие-то вещи по-разному. И тут важнее, наверное, даже не понимать, а чувствовать, потому что музыка в первую очередь, во всяком случае, для меня это не просто какой-то набор звуков, который организован во времени определенным образом, а в первую очередь для меня это способ выражения внутреннего мира человека. Главным камертоном в этих поисках признается юная пианистка, для нее стал ее педагог Елена Федюкова. Она помогла осознать, что понимание приходит только через любовь. Поэтому, выйдя на сцену, наша землячка просто прожила эти произведения, заставив вновь говорить о Магнитогорске, как о городе высокого исполнительского мастерства. Татьяна Артюненко, Александр Моргунов, телекомпания ТВИН. О новостях спорта через несколько секунд. Вооружены, но совсем не опасны работники Магнитогорского металлургического комбината в эти дни принимают участие в турнире по стендовой стрельбе. Уже во второй раз соревнования организует Союз молодых металлургов. Среди стрелков как увлеченные люди, так и новички. Оружейный зал подавилось послушать и нашей съемочной группе. Кладовщик управления подготовки производства Елена Масленникова сегодня утром впервые взяла в руки охотничье ружье. На пару с ней это сделала и коллега Юлия Пудовкина. Каждая девушка из 25 мишеней попала ровно по одной, но все равно обе довольны, потому как решились попробовать что-то новое. Инструктаж проводили профессионалы, поэтому все было доступно, понятно с первого раза. И ошибок вроде мы не допустили. Ощущения непередаваемые, эмоции просто переполняют. Вообще классно, здорово и побольше бы таких мероприятий. Соревнования по стендовой стрельбе Союз молодых металлургов ММК организует во второй раз. В этом году их приурочили к ведущему Дню Победы. У организаторов сразу несколько целей. Популяризировать стрельбу как вид спорта и привить людям культуру обращения с оружием. Здесь, несмотря на то, что люди в руках держат оружие, все достаточно цивилизованно. И в первую очередь безопасно. Безопасность ставится на высшую ступень. Если людям вот это прививать, то инцидентов уже не будет при обращении с оружием. В принципе, благодарим стрелковый клуб «Победа», на территории которого мы находимся. Довольно-таки уютное место. И благодарим депутата у нас Бахметьева Виталия Викторовича за поддержку такого начинания, поддержку молодежи. В этом году для участия в соревнованиях заявилось сотен сотрудников ММК. Новичков и тем более женщин среди них немного. В основном заявки подали те, кто имеет оружие в собственности, а значит чаще попадает по мишеням, чем не попадает. Судья соревнований, кстати, тоже работник ММК и по совместительству мастер спорта по стрельбе. Стреляем сегодня дисциплину «Спортинг Компакт». Каждый принимает по 25 мишеней. Полеты абсолютно охотничьи, имитируют полеты летающей дичи. То есть самые разные направления. На мой взгляд, это один из самых интересных видов стендовой стрельбы. Невооруженным взглядом видно Сергей Обухов среди стреляющих профессионал. Уже 10 лет увлекается охотой. На стрельбище приехал с личным ружьем. Их 25 мишеней выбил больше всех. 15 и результатом недоволен. В прошлом году выступал лучше, благодаря чему и выиграл чемпионат ММК. Отец охотник, он и привил любовь к охоте. А так, чтобы правильно охотиться и попадать, нужно еще и тренироваться перед охотой. Поэтому пришлось прийти на стенд. А на стенде уже стало интересно стрелять по мишеням, участвовать в соревнованиях. Удастся ли Сергею снова одержать победу, судите рано. Соревнования Союза молодых металлургов продлятся три дня. И в случае, если участники наберут одинаковое количество очков, для выявления победителя будет организована перестрелка. То есть, дополнительный тур. Елена Тимофеева, Александр Маргунов, телекомпания ТВИН. И в завершении выпуска важная информация. По данным Челябинского центра гидрометеослужбы, ночью и днем 6 мая с прохождением атмосферных фронтов в Челябинской области ожидаются грозы, шквалистые усиления ветра с порывами до 22-27 метров в секунду. Будьте осторожны. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое вы найдете в наших группах, в социальных сетях и на нашем сайте tv-deficient.ru. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok